Здравствуйте, дорогие друзья! С вами снова Елена. Продолжаю свою серию знакомств с тёщимися кровями, принадлежащими разной стихии. Это как с помощью сования для молодых семей, когда им надо строить взаимоотношения не только друг с другом, но и, например, с представителями нового семейства, которые неизбежно прилагаются к мужу или жене. И как построить правильное взаимоотношения, мы как раз и расставим ключевые акценты. Но прежде чем я перейду к этому, а мы будем говорить о тёщах и свекровях стихии Земля, я, конечно, должна сказать о величайшей благодарности, которую испытываю ко всем, кто поддерживает канал, кто поделился со мной щедростью своей души, своей натуры, кто позволяет мне выживать. И вам величайшая благодарность. Дай бог, встану на ноги. Если выживу, всё будет нормально. И, конечно, только с благодарностью буду вспоминать этих добрых людей, которые не позволили мне вымереть как классу и дали возможность встречаться с вами на страницах этого канала. Ну, а теперь непосредственно к тому вопросу, по поводу которого мы собрались. Та, тёща, свекровь, это могут быть отягчающие последствия для молодой семьи, поскольку они не только считают своим долгом благословить молодых на долгую счастливую жизнь, но и постоянно вмешиваться в их жизнь и, конечно же, из самых лучших побуждений, безусловно. Они думают о том, что они делают лучше. Но получается ли лучше, могут рассказать невестки и зятья, чья жизнь рухнула только потому, что её слишком глубоко курировало старшее поколение. Итак, вам в нагрузку достаётся тёща и лисикровь знака Телец, который открывает парад земляных знаков. Все знаки земли очень прочно и крепко стоят на ногах. Занимаются только практичной частью этой жизни. Иллюзий никаких не испытывают. Амбициями заоблачными по отношению к, сказать, к прибывшему элементу в семью, в виде невестки или зятя, не испытывают. Но им всегда интересно, насколько эти люди умеют правильно выражаться практично. Как они ведут хозяйство, как они умеют считать деньги, поскольку это, как ни крути дом денег, и то, как вы распоряжаетесь семейным бюджетом, находится под особым контролем этой тёщи или свекрови. Им всегда любопытно, умеете ли вы деньги тратить, если она считает, что вы нецелесообразно растрачиваете на пустое, приобретаете какие-то безделушки, слишком роскошно отдыхаете, а в доме обои оборваны. Поверьте мне, неудовольствие, а даже скандальцев может возникнуть приогромное количество. Важно, насколько невестка, например, кулинарка, и насколько калорийны её блюда, и насколько они соответствуют здоровому питанию. Иными словами, вот на что чаще всего обращают внимание свекрови и тёщи, когда привыкают к новому элементу в собственной семье, и для них очень важно, чтобы этот человек всё-таки был созвучен их принципами. Также очень важен для свекрови или тёщи знака тельца, то, насколько вы расположены, иметь детей. Конечно, бывают ситуации, когда пара хочет, но не может иметь детей. Это трагедия, которую мы здесь, конечно, обсуждать не будем. Но бывает такое. Нам некогда, мы же решили пожить для себя, и это величайшее огорчение в данном случае для тельца, поскольку он уже настроен воспитывать внуков. Для него большое потомство у сына или дочки, в зависимости от обстоятельств, это великое благо. Поэтому, если здесь процесс затормаживается, для тельчихи в лице тёщи или лице крови это очень больная тема. И вопрос, когда же у вас будут дети, когда же я понячу внуков, это, пожалуй, один из самых важных, пока таковые не появятся. Видя, что вы, может быть, где-то недорабатываете или слишком, как говорится, увлеклись не теми вопросами, которые для неё важны, тельчиха пытается всячески вмешиваться в вашу жизнь, как бы вам помогать, опекать. Она может себя навязывать в виде няньки для вашего рождённого чада, пытаться вас подкормить, например, приносить с собой пирожки постоянно или какие-нибудь там блинчики, не надо отвергать её заботу о вас. Вам может показаться это унизительным, я сейчас обращаюсь к невесткам, которые считают, что им как бы не доверяют или считают, что они плохо готовят, поэтому приносят пирожки. Нет, никто не умаляет ваших достоинств кулинарных. И более того, внутри свекровь тельчиха очень гордится вами, что вы хорошо готовите и прочее. Но просто её дополнительная порция пирожков – это желание вам помочь облегчить вашу жизнь, подкормить, чтобы вы чувствовали её заботу. И обида за то, что вы отвергаете это, не хвалите её, или потом она узнаёт, что её принесенные пирожки так никем не были попробованы, поскольку вы же следите за фигурой, и зуба вам не подходит, видишь ли, поэтому вы об этом можете демонстративно заявить у лоб. Вы знаете, мама, я не ем мучного и супругу своему запрещаю, потому что это нездоровая еда. Это воспринимается как плевок в душу. В принципе, оно так примерно и выглядит. Вы можете следить за собой сколько угодно и где угодно, но принять пирожки с благодарностью, сказать, какая невероятность доба, как она прекрасно пахнет, спасибо вам за заботу, это акт уважения по отношению к человеку, который всячески от всей души стремился вас, так сказать, поддержать, и вот такой у него принцип поддержки вас через практичные дела. Так что не надо из себя корчить что-либо, примитесь благодарностью, потому что этот человек делал это от чистого сердца. На семейных встречах, а таковые у вас все непременно будут, делочистие вашей свекрови или, например, тещи, накормить вас от пуза. И ваша задача, сидя за общим столом, уплетать за обе щеки, нахваливать и говорить, какие золотые руки у вашей свекрови, или, ну, взять его, говорит, не надо, многие мужчины с удовольствием едят вкусную еду и нахваливают по полной программе. Это самый лучший путь, достучаться до сердца вашей тещи или свекрови и оказать ей ту неоценимую благодарность, которую она ожидает в свете вот этого гостеприимства, которое вам оказывает. Поэтому это первая история, которую здесь надо усвоить. Конечно, и у тещи всей крови знака тельца могут быть достаточно странные, скажем так, презенты по отношению к невесткам, которые находятся в недоумении. Дело в том, что это один из самых практичнейших знаков, которые только могут быть. У них всегда есть загашники, копилки, где лежат те вещи, которые им могут когда-то пригодиться. И отчетрут своих душевных, думая, что делают лучшее, так сказать, благо, невестки могут преподнести раритетное платье какого-то невиданного 64-го года, которое уже никто не носит и никогда не оденет. Но тельчиха считает, что поскольку ткань еще добротная, а фасончик, так сказать, классический, с ее точки зрения, то невестка с удовольствием как бы это будет носить. Не надо устраивать критику, особенно явную, по поводу, что это вы мне пытаетесь втулить. Это сейчас не носит и не оденет никогда. Берите сверток, улыбайтесь, как будто вас одарили с небес. Вот. И, собственно говоря, да, конечно, очень интересная вещица, покрой такой, в принципе, классический, который вместен в любые годы. Спасибо. Я подумаю, когда я его буду одевать, а если вы еще его подгоните потом под себя и на семейные визиты будете являться в этом платье, то вы будете самой лучшей невесткой на всем белом свете. Я не предлагаю уж совсем буквально пользоваться моими советами. Я хочу, чтобы вы уловили соль, что человеку приятно. А то, что человеку приятно, всегда прокладывает мостик к его сердцу. А ваше внимание к его заботам, к его подаркам – это дополнительные мостики, которые собирают до кучи ваш достаточно разношерстный коллектив, безусловно. У всех у вас разное мнение, но должны быть точки соприкосновения. Вот на них я сейчас и обращаю внимание. А еще ваша тюшилища кровь – великая мастерица и неутомима в этом вопросе все время переделывать, перестраивать квартиру, осуществлять очередной ремонт, менять текстиль или еще что-либо для того, чтобы квартира заиграла новым цветом. Если вы не живете отдельно, когда вас это, в общем-то, не касается, а вынуждены строить свою семейную жизнь на основании, так сказать, общего паритетного существования в одном доме, вас, возможно, это может выводить из себя. Особенно, если невольно вам намекают, что было бы неплохо, если бы вы в очередной раз поучаствовали в благоустройстве домя, в благоустройстве двора, в рассаживании огорода, в поливке, а вы от этого далеки и настолько далеки, что вам это исключительно противно. Здесь, дорогие мои друзья, могу вам только сказать одно. Взялся загушник, говори, что не идешь. Если вы всячески будете отлынивать, отвергать всеобщий десант по поводу благоустройства очередного дома, ухода за двором, высаживания цветов, поливания огорода, будете избегать тяпки, будете поплевывать на лопату. Это все ваше хозяйственное, практичное. Свекрови или теща категорически не понравится. Значит, получается, что вам не хочется расти, а ведь ее рост зависит прежде всего от тех вещей, которые можно, оказывается, не обязательно покупать, а можно вырастить собственными руками, облагородить, сделать и так далее. Разве это тяжело? А только вам это тяжело. Ну, видно, вы белоручка, человек, не той кости, толку из вас никакого не будет, потому что свекров или теща телец понимает только практичную реализацию того, что намечено. Сказано убрать, пошел взять, взял метелку, подмел во дворе, и теща его сразу ставит в красный угол, и Богу на него молится, и говорит, какой у меня замечательный зять. Придет, никогда без дела не сидит, а кипчелка трудится, и от его золотых рук она польза двору. Лучшего сосуществования с практичным знаком телца и не придумаешь. Вот такой у нас был поход. И, кстати, могу сказать, что эти тещи и свекрови мало вмешиваются в судьбу молодежи, если они, в принципе, всем довольны, видят их трудоспособие, их практичное, умение тратить деньги, консервировать, запасать и так далее. Они будут считать, что их сын или дочка вытянули счастливый билетик, и только издалека наблюдать за этим счастьем, вносить свою посильную лепту, нянчиться с детишками, и особых проблем здесь возникнуть не должно. Во всяком случае, я на это надеюсь. Ну, а следующее у нас в перечне, так сказать, свекрови и тещи, это, конечно, дева. Ну, что ж, с одной стороны могу вас исключительно поздравить, а с другой изрядно огорчить. В этой свекрови или тещи находятся целых две. Причем две живут совершенно параллельно, друг другу не мешают, но вам покажется, что вашей тещи или свекрови в вашей жизни уж слишком много. И с удивлением, или зять, или, скорее всего, невестка, которая более чувствительна к влиянию, мама со стороны мужа, будет замечать, что как это может быть. Сегодня это добрейший души человек, который готов помочь, безотказно возится с детишками, любое свое знание и умение с удовольствием передает. Душа компания, к ней можно поплакаться в манишку и так далее, а на следующий день это совсем другой человек. Он тебя за то, что вчера, казалось бы, хвалил, начинает изрядно критиковать, постоянно зудит, ты неправильно делаешь, делай только так, как я сказала, и так далее. То есть это нудотина, от которой хочется забиться в какой-нибудь дальний угол и, как говорится, никогда больше не встречаться. Что происходит с человеком, и почему он такой, то прекрасный во всех отношениях, то невыносимый в такой же самой мире. А дело в том, что как только дева увидит какой-то недостаток, ну вот уже все, как говорится, вас уже душу вложили, вам уже сто тысяч раз до этого рассказывали, как это правильно делать. Дева же одна знает, как это правильно. Вот если, как говорится, что-то нарушается или сделано недостаточно идеально, первоначально, конечно, дева терпит, видит, что как будто вы там стараетесь, делаете что-то, но результат ее не устраивает. И тут включается дело номер два. Вас начинают жесточайшим образом утюжить, чуть ли не как котенка макать в писы, потому что вы понимаете, то есть опростоволосились, а вам уже миллиард раз говорили, как это надо делать. Ну что ж, нельзя понять, что тапки должны смотреть на юг, да, и стоять ровно в том положении, в котором их поставили на юг. И всегда иметь свое место. Нет, пришли, разбросали, раскидали, бардак вечно, какая-то неустроенность, никакого порядка, никакой дисциплины, дети еще не легли, а давно уже нужны было, чтобы легли. Нарушен распорядок жизни. Видите, где вы, все идет по сценарию. В 8 утра мы встаем, в 8.30 мы пьем чай, в 8 мы вышли на работу, пришли с работы и так далее, и тому подобное, и все по расписанию. Но если расписание куда-то рассасывается, а начинается свободная жизнь свободных художников, то здесь у девы все выходит из-под контроля, и она начинает от этого изрядно нервничать. И здесь возникает целая куча замечаний, скандалов, выяснений отношений, почему не так, и навязывание вам правильного по взгляду девы образа жизни, который вам, между прочим, вполне бы и подошел, потому что, видимо, вы действительно безалаберны, не умеете тратить деньги, ложитесь, когда попало плохо, высыпаетесь, не всегда обед на столе, и деве это виднее. Но, как правило, когда люди советуют, еще в такой безапелляционной форме, как это делает в этот момент дева, хочется плюнуть просто в лоб, развернуться и уйти, вместо того, чтобы принять к сведению. И дева от этого еще больше ярится. Если вы живете на отдельной территории, и вам не надо жить ни с тещей, ни со свекровью, то в некотором смысле проблема, о которой мы говорили, это, конечно, не купируется, потому что вас редко видят, и, соответственно, уж сильно получить аллергию от вашего безобразия, безалаберной жизни, дева не успевает. Но если вы находитесь под одной крышей, я могу вам только посочувствовать, потому что образ жизни ваш резко поменяется, и посиделки по ночам будут вызывать у вашей тещи или сей крови негодование, из-за того, чтобы высыпаться, утром рано встать, все поделать, приготовить всех, отправить, пойти на работу, то ты тут сидишь, прохлаждаешься, идиотничаешь. Трудно понять, деве, почему вы ведете такой образ жизни, а не такой, как было написано по расписанию. Пол одиннадцатого все выключено, все спят, и, в принципе, это здоровый образ жизни и правильный, только вам он чужд. Вы еще не успели друг другом насладиться, у вас еще какие-то делишки там в интернете засиделись, но деве этого не понять, и у вас именно на этой почве могут возникать постоянные трения, и выводите из себя ваш бесконтрольный и бесшабашный образ жизни, попытки прожигать жизнь вместо того, чтобы созидать, и именно вот это и станет причиной выяснения отношений. И вы рано или поздно все равно уйдете от жесткого контроля девы, и будете как бы пореже с ней встречаться, а ведь это очень жаль, потому что свекровь или теща-дева это самый надежный оплот, который с удовольствием поставит вам руки в трудную минуту, никогда вас не бросит таковой, не бросит вас болезни, если вы приболели, всячески будет способствовать вашему выздоровлению, брать на себя обязанности по дому, пока вы хвораете и не можете их выполнять, то есть всячески постарайтесь заткнуть с собой все дырки в вашем корабле, чтобы он не пошел ко дну. Однако, если отношения не ладятся, а они зачастую приходят именно к такому варианту, поскольку, скажем так, одна дает советы, я сейчас говорю о тёще Ильисе кровь знака, девах, которые никто не просил и никогда не попросит, и очень настойчиво в своих воспитательных умозаключениях и контролировать пытаются, конечно же, из лучших побуждений, кто же спорит. Это всё делается действительно, потому что дева уже это прожила, она знает, что это тупик для молодых, но они хотят упорно прийти в свой тупик, а дева упорно их хочет от этого предостеречь, и это занудное исполнение, ежедневные замечания, критика и неприятие того, что делает молодёжь, может свести отношение к исключительному нолю, когда каждый будет себя, друг друга терпеть только по необходимости, а то и вовсе прервёт отношения. Так что здесь надо всё пересматривать с точки зрения здравого смысла и поиска компромисса, потому что могли бы друг другу помогать, а в результате, как правило, из-за усердия зачастую критикующие девы, которые всегда знают, на что обратить внимание, и самое главное, не имеют удержу в воспитательных мерах, всё может пойти исключительно ко дну, а жаль. Так что вот такая у нас была информация про дев, а впереди остались козероги, самые приятные во всех отношениях, тёщи свекрови, поскольку им глубоко фиолетово, как живёт молодая семья. Там предоставляют полные свободы для самореализации, притирания и поиска в себя. Дело в том, что это отношения достаточно холодные, скажем, и у тёщи к зятю как бы ровные отношения, и у свекрови с невесткой такие, сказать, уважительно-паритетные взаимоотношения. Там нету чмоки-чмоки бесконечные, прижимания, так сказать, сердечные беседы и прочее. Но однако же в лице козероги его племени молодая семья получает достаточно основательную помощь, если её об этом попросили. Вот. Или дельный совет, если он потребовался. Но если ни то, ни другое не нужно, тёща-козерог или свекровь-козерог вмешиваться в вашу жизнь не будет. И более того, для неё процесс, чем меньше вас в её личной судьбе, в её достижениях, карьерных ростах и самореализации, тем для неё лучше. Она любит общение дозированно, поэтому это взаимовыгодная ситуация. Молодые не перегружены тёщей. Ну и тёща рассчитывает, что её тоже загружать не будут. Дело в том, что образ жизни самого козерога предполагает, что он как бы занимается или карьерой, или саморазвитием, или садом и так далее. Он загружает себя до самых, как говорится, последних дней непосильными трудами и очень не любит, когда в его жизнь вмешивается. Иной раз даже отношение к внукам бывает достаточно прохладное, но не потому, что их козерог не любит. Он имеет очень нежную душу, безусловно. Если необходимо, он, конечно, подстрахует, всегда посидит и прочее, в этом плане является надёжным, проверенным кадром. Но, так сказать, душевного позыва полностью раствориться в судьбе молодой семьи у козерога нет. Выигрывает, конечно, в некотором смысле и молодая семья, разве что вот эта вечная тенденция отправить ребёнка к бабушке, пусть он там растёт, а мы будем жить дальше легко и счастливо. Козерогам всё-таки воспринимается, как вы переложили свои обязанности на меня, и что это, в общем-то, такое, скажем так, у меня не остаётся для своих созиданий никакого времени. Всякое бывает, дорогие мои друзья, но в этом всём, что выражается в суси-пуси и полное подстилание себя в угоду другим, у козерога, увы, конечно, отсутствует. И потом, если видишь, на который козерог всегда в женском исполнении обращает особое внимание, здесь надо детьям кое-что усвоить, если у них так по несчастью, например, тёща козерог. Дело в том, что это почитатели традиций, поэтому здесь всегда будут приветствоваться семейные встречи, семейные ужины, отмечания день рождения своих детей, даже если они живут самостоятельной жизнью. Имеется в виду традиционные праздники Новый год, 8 марта и так далее. Так что вы достаточно часто будете приглашены в гости к этим традиционным вещам. Но и выглядеть всё должно быть достаточно традиционно. Козерог терпеть не может людей, которые сев к благородному традиционному столу, напиваются до положения рис, хамят, неправильно себя ведут, сморкаются за столом, ещё какие-то вещи делают, далёкие от правил этикета. Для козерога это полный провал. Человек, который совершает такие действия, в глазах падает ниже плинтуса, а подняться оттуда бывает достаточно сложно. Поэтому дорогие дети, мотайте на ус. Хотите иметь хорошее взаимоотношение с тёщей, на семейных советах и встречах вы должны быть как стёклышко. Как говорится, трезвее трезвого, умнее умного, рассудительного рассудительного и соблюдать все правила приличия, не ругаться матом тем более, не вести себя как слон посудной лавки, потому что это будет пропасть, через которую вы потом вряд ли уже переберётесь. очень имеется в виду такие вещи как дисциплина, поскольку если сказано, что прийти к пяти часам названный обед, если вы перейдёте в пять 0,1 это уже будет оскорбительная история, потому что человек старался, это будет так размышлять козерог, так накрывал любовь на стол, так всё готовил, чтобы было горяченько к вашему приходу, а вы даже с этим не справились и пришли, когда попало, потому опоздание воспринимается как личная серьёзная обида. Это раз. Насчёт поведения я вам уже конечно сказала, и ответственность должна у вас быть. Обещание, которое дано, должно выполняться. Если вы сказали, что вот приду, помогу, вас ждут, это может сделать и сам человек, но вы же сказали, и вы должны отвечать за те поступки, за которые взялись отвечать, поэтому это очень важные вещи. Обещание должно выполняться, всё должно быть дисциплинировано, всё должно быть ответственно, потому что именно на это козерог всегда обращает внимание. Козерогу очень приятно, если вы человек новый в семье, так сказать, помните все дни рождения тех, кто является аборигенным населением, как-то стремитесь сделать хотя бы небольшой подарок. Это тоже высоко ценится, потому что собственно говоря, это лишний раз напоминание, что те традиции, на охране которой стоит козерог, они не пропадут даром, и даже если козерога не будет рядом, кто-то обязательно эти традиции будет соблюдать, есть такое лицо ответственное, приятное во всех отношениях, единомышленник. Таких людей козерог высоко ценит, и даже если это внук, прибывший член команды, лице невестки или зятя, они конечно принимаются ближе к сердцу, начинают быть, козерог их начинает считать настоящими членами семьи, а не просто каким-то рудиментом, который вдруг прилип, и мало ли чего от него ждать, и вообще нафига он был нужен, то есть козерог начинает открывать свое сердце для достойных по его мнению людей. И кстати, именно у тещи или свекрови козерога есть одно золотейшее правило. Пока от сына или дочки не поступила команда, я больше не буду с этим человеком жить, козерог будет терпеть те недочеты и сложности, которые возникают в молодой семье, считая, что молодые должны сами разобраться с теми проблемами, которые у них возникают. Да, ей очень хочется, например, ворваться и высказать все, что она считает нужным взорвавшемуся зятью, который обижает ее дочку и прочее. Но она прежде чем это сделает, как правило, спросит у дочки, ты с ним жить собираешься или нет. Потому что понятное дело, что жестокое расправа, которое может устроить козерожиха своему нелюбимому зятью, может поставить окончательную точку на взаимоотношениях молодой пары, которая, быть может, еще пыталась бороться, как-то улучшить свои взаимоотношения, а мама ворвалась, и зять это уже не потеплялся и решил уходить. Такую ответственность заразовала семья, козерожиха брать на себя не желает. Поэтому до последнего терпит, но если дочка или сын сказали, что больше жить с ним или с ней не буду, здесь может быть грандиознейший скандал выступления одного актера, первое, последнее во всей жизни, так сказать, когда наконец-то будут высказаны все накипевшие моменты, вот, потому что время пришло, команда дана, и можно наконец-то высказать глаза негодяю, что он негодяй. козерожиха это делают совершенно филигранно, эта беседа равна пригвождению врага крышки гроба, и вряд ли он оттуда уже оторвется. Но это уже, дорогие мои друзья, крайность. До тех пор, пока вы еще барахтаетесь или вдруг показали чудеса совместного проживания и вы счастливы, поверьте мне, козерожиха также будет счастлива от того, что счастливы вы. и особо вмешиваться в вашу судьбу не будет. Ну и вы не надейтесь, что на нее можно повесить всех внучков, а самим жить своей легкой и принужденной жизнью. Ну вот такой у нас был поход к знакам земли. Надеюсь, это было вам полезно, как бодряющее напутствие в преддверии сплочения вашей молодой ячейки. А кому есть уже что проанализировать, пусть напишет комментарий, насколько он соответствует реалиям, которые мы сейчас обсуждали. А с вами была Елена. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok